Друзья, всем привет! Перед видео я бы хотела сделать небольшое отступление. Извините за то, что я не снимала видео две недели назад, как я это обещала. Если честно, на меня очень странно повлиял этот ретроградный Меркурий. У меня был какой-то творческий кризис. Мне не хотелось ничего снимать, особо ничего делать и даже с кем-то общаться. Хорошо, что мои друзья знают, что я, в принципе, люблю очень часто побить одна и на меня никто не обижался, потому что у меня в этот период были даже такие случаи, что я типа с кем-то встречалась и говорю, что, блин, я просто не слышу, что ты говоришь, я пропускаю все мимо ушей и как бы я не могу тебе сказать, поэтому пока я хочу домой. Итак, самый популярный вопрос это рассказать об уходе за кожей. Ребят, я вам уже отвечала, говорила про это, что об этом будет отдельное видео, это будет следующее видео, потому что я, в принципе, довольно много уделяю времени и внимания уходу за кожей и я считаю, что это очень важно, но вкратце писать это как бы не получится. Поэтому я хочу сделать на эту тему отдельное видео, рассказать вам о всех своих средствах, о каких-то лайфхаках, о том, как я лечила кожу, в общем, обо всем, что я знаю, что я делаю, что я практикую, вот, поэтому на эту тему будет видео обязательно. Далее второй по популярности вопрос это рассказать про свои татуировки. Как ты сказала родителям, что хочешь сделать тату? Я не помню, но родители всегда знали, что я хочу тату. Как бы, вообще, я своим родителям очень сильно благодарна за то, что мне всю жизнь давали свободу выбора. Мне всегда родители говорили свое мнение, но говорили, делай как считаешь нужно, как бы. Если ты наступишь на какие-то грабли, ты из этого получишь урок, вот. И я всегда была таким ребенком, что я, блин, я знаю, что родители правы, но я сделаю так, как мне надо. Как родители к этому отнеслись и как сейчас к этому относятся. Ну, как бы, они не любят тату. Они такие, ну ладно. Но, знаете, я люблю татуировки именно миниатюрные. Я люблю красивые, маленькие, что-то значащее и самое главное, либо какие-то символы симпатичные. Типа, когда забит весь рукав или вся нога, или когда какая-нибудь сова на татуировке, я думаю... Зачем? Надписью. Типа, я очень кайфую вот от этой, и она мне здесь не надоедает. Кто не знает, тут написано экстраординарное. Когда кто-то бьет себе что-то вроде бабочку на сиськи, или, я не знаю, цветок на жопе, или блэкворк. Ну, если... Ладно, когда ты перекрываешь окна, когда просто блэкворк огромный, или когда у тебя забита вся рука, или когда у тебя забита вся нога. Как бы, я, например, этого не понимаю. Но, возможно, как бы, это вот так же, как, например, мои родители не понимают, зачем бить татуировки, в принципе. Расскажи значение татуировок, если оно есть. Безусловно, оно есть. Не я, не в основном, для меня, значит, гармонию и баланс между всем. Здесь у меня написано левитировать. Левитация для меня означает бесграничные возможности человеческого сознания. Экстраординарность, по-моему, можно вообще не объяснять. Третий вопрос. О моем обычном дне, чем я занимаюсь и так далее. Я обычно, я утром просыпаюсь, качаю пресс, либо просто, если мне очень лень, я стою в планке, хотя бы секунд 30, в основном я стою 2 минуты. Потом я сразу же ем, потому что я всегда просыпаюсь очень голодная. Затем я либо делаю какую-то работу в ноутбуке, в телефон. Это может быть составление каких-то, я не знаю, задач на день, на неделю. Я вообще очень планирующий человек, и меня это очень бесит в себе. Меня на самом деле всегда привлекает в людях раздолбайство, потому что я этому не учусь. И сейчас у меня с этим на самом деле все более-менее хорошо. То есть я могу даже встать утром, не знаю, что я сегодня буду делать, и я считаю, что это нормально, потому что раньше, если я просыпалась и не знала, чем я сегодня займусь, а еще хуже, если я вечером понимаю, что ничего не сделала полезного, у меня просто депрессия. И я даже, я даже начала смотреть фильмы. Я раньше никогда не смотрела фильм, потому что думала, что я не могу убить 2 часа своего времени на каком-то Леонардо Ди Каприо. Либо я утром была на тренировке, если я не еду на тренировку, то я просто иду гулять, либо с кем-то встречаюсь, либо, я не знаю, там иду в магазин, который подальше, короче, чтобы как-то подвигаться. Говорите о моем свободном дне. Также это могут быть кастинги. В Москве их, правда, не так много, как за границей, да, за границей. Ну, говорить о модельной работе, это, в принципе, отдельное как бы видео нужно снимать. То есть ты не знаешь, что ты будешь делать завтра. Для меня это всегда большой стресс, как я уже сказала, что человек планирующий. И когда мне говорят, что я буду делать завтра только вечером, для меня до вечера такое, типа, ну, мне же нужно составить план, когда я пойду на тренировку утром или вечером. Вечерами вы обычно собираетесь все в апартах, сидите, болтаете. Расскажи про свои взаимоотношения с семьей, как твои родители относятся к моделингу. Замечательно относятся на самом деле. Спасибо им большое, что в 13 лет меня отпустили одну с границей. В общем и целом, прекрасные взаимоотношения. У меня родители вместе 30... Блин, стыдно, я не помню точно сколько. Если с 16 лет они вместе, сейчас им 49, это значит, что они вместе 33 года. У меня есть старшая сестра, ей 28 лет практически, и у неё муж. Они вместе тоже уже лет... Блин, прости, Лен, ты сейчас смотришь, наверное, я не помню сколько вы вместе, лет 7. Примерно так. Клюс-минус один год. Отношения у нас отличные, нам намного проще на самом деле держать связь на расстоянии. Я вообще считаю, что отношения должны... Любые родственные или просто отношения мужчин и женщин должны быть с периодами, когда вы съезжаетесь на какой-то период, потому что ты тогда чувствуешь любовь реальную к другому человеку, когда ты с ним каждый день проводишься, типа с утра до вечера. Я считаю, что это очень легко спутать потом с привязанностью. С родителями, конечно, другая ситуация, то есть с привязанностью тут никак не спутаешь. Правда ли, что модели чаще всего воспринимают как вещь, или всё-таки человеческий фактор доброта работодателей преобладает? Ну, конечно, преобладает. Вот за границей 4 года с перерывами. Учёба была, либо там я как-то не могла уехать, либо поезда где-то 10, наверное, у меня было за это время. Я хочу сказать, что у меня никогда не было такой работы, чтобы был прям полный трэш. Было несколько раз, что меня не кормили там за 10 часов работы. Что потому что на самом деле не потому, что они меня не любят, я им там что-то накосячила, и они такие, ага, не будешь жрать, короче, всю работу. Нет, просто, например, китайцы и азиаты, в принципе, они все едят перед работой довольно много, довольно калорийно, и они могут спокойно 10 часов работать без еды. Они привыкли к этому, для них это нормально, и они любят работать вот так. Это нам, как бы там, русским европейцам надо отдохнуть, в телефоне посидеть, в инстаграмчик прошарить. Мы такие, ой, 2 часа работаем, там даже если за компом сидим, типа, всё, как бы надо отдохнуть, переключиться. Я считаю, это правильно на самом деле, но у азиатов такого нет. Тебе волосы могут повредить, но это тоже делается не просто так, это делается не для того, чтобы повредить конкретно тебе, сволочь, волосы. Надежду на тебя надеть, в которой тебе будет жарко и фигово, потому что мы так хотим, чтобы ты вообще сдохла. Как бы нет, просто работа такая. Я считаю, что тут ещё от модели зависит, потому что очень часто были такие случаи, что мне девочки говорили, что всё так плохо, когда я приезжала в поездку, и потом я прихожу с этой девочкой на работу или там на шутинг на какой-нибудь, и понимаю, что она себя так ведёт, что к ней по-другому относиться нельзя. То есть она говорит, мне надо выйти покурить. Ну какого хрена тебе сейчас надо выйти покурить, если тебя сейчас красят? И накрасили тебе ещё только правый глаз, а левый нет. Ну как бы имей совесть, сейчас тебе закончат, накрасят, и если у тебя будет время, тебя не будут сразу переодевать, выйди покури. Ну ты как бы деньги получаешь за то, что ты там 12 часов сегодня работаешь. И причём нихреновые такие деньги у тебя, там может быть папа такую зарплату за весь месяц получает. Скажи об изучении английского. Об изучении английского первая практика должна быть обязательно, если вы его учите, не практикуете вообще, можно хрен забить. А вот если вы его не учите и практикуете, даже так у вас всё получится. Это раз. Два, я считаю, что школы по изучению английского фигня полная, потому что, я в принципе считаю, что школа — это фигня полная, потому что не программа, которую мы учим в школе, а система, как мы это учим. Поэтому я последние годы училась самостоятельно. То есть ты не можешь, ты идёшь, например, быстрее, чем 50% тех, кто, ну ещё с тобой в группе, ещё каких-то 20%, они идут быстрее, чем ты. В итоге те, кто быстрее идут, чем ты, они не успевают сделать больше. Ты там делаешь, ты не успеваешь делать больше, и там ещё кого-то. Кто-то вообще ни хрена не успевает сделать. Половина группы тянет вторую половину вниз. Кто-то опаздывает, и кто-то что-то не делает. Это групповая ответственность какая-нибудь. Я считаю, что самый эффективный — это личный репетитор. Главное, чтобы он был хороший. Сейчас я учу испанский, тоже с молодой девушкой классной. Она живёт в Испании, поэтому я занимаюсь с ней по скайпу. Испанский учу, потому что мне нравится, и Испания мне очень понравилась. Хоть я там была и недолго, я там была на Дайректе. Я туда собираюсь поехать, и, скорее всего, хочу поехать надолго. Посмотрим, как получится. Вот. Испанский язык очень красивый, очень лёгкий в произношении, потому что для русских, ну, английский, мне кажется, что не сильно тяжело. Хотя я думаю, что со стороны, когда я разговариваю, по мне видно, что я русская, по всем русским видно, что они русские. Скажи, на кого учишься, нравится или нет. Я учусь на управлении организациями. Да, мне нравится. Ну, как бы я учусь на заводчике. Я учусь на заводчике в президентской академии. Я сдала... Ну, на второй курс перешла. Первый был сильно лёгкий. Ну, то есть, там надо было делать какие-то контрольные на вторую сессию, что-то там сдавать, что-то готовиться. Я вот сколько училась в школе, шести лет, и ни хрена никогда не делала. У меня просто талант общаться с преподавателями. Мне кажется, я могу преподавать, как общаться с преподавателями. Но я не знаю, что я делаю. Я, типа, просто так... Я всё знаю. И если меня вызывают их в доске, я ничего не читала, я всё равно выхожу с очень умным видом, начинаю нести какой-то полный бред, но меня почему-то садят всегда с пятёркой или четвёркой. Я не знаю, что я рассказываю. Мне как будто выключаюсь просто в этот момент. Я что-то несу там. А ещё я люблю, знаете, такую тему, когда у меня преподаватель говорит, что я не права, я начинаю с ним спорить. И я спорю до тех пор, пока он мне реально не вдолбит, что я не права. Но я буду на последнем стоять, что я всё читала, хотя я ни хрена не читала. Я буду говорить, что я читала всё, я знаю. Лучше вас. Вы когда читали этот учебник уже 20 лет назад, а я читала его вчера, я это понимаю, короче. И мне такие, типа, ну ладно, косолап, высадись, 4, доучи. Доучила 10 раз. И как бы контрольные всегда... Я просто всё дотягиваю по жизни вообще, до последнего момента. Поэтому, когда мне контрольную, вот надо сдавать завтра, я сегодня ночью её сделаю. А полгода там от сессии к сессии готовиться... Нет. Ещё как бы очень много, мне кажется, в универе решает группа. Веришь ли в жизнь после смерти? Да, верю. Я верю в реинкарнацию. Я верю в то, что мы встречаем людей, которых мы уже знали, например, в прошлой жизни, перед которыми у нас какие-то долги. Я верю, что наши родители — это люди, перед которыми у нас в прошлой жизни самый большой долг был. я верю в то, что, как правило, вторую половину, которые на всю жизнь у нас мы встречаем, что это тоже как бы человек, один из наших самых близких в прошлой жизни. Я верю, что всех людей мы встречаем не просто так, что они нам для чего-то нужны, чтобы какой-то у нас, как бы говоря, должок за ними остался, либо это наши учителя по жизни, несмотря на то, что, да, как бы это может быть не учитель как таковой, это может быть там вообще человек на 10 лет тебе младше, глупый, но он чему-то тебя научит, чему тебе надо научиться на данный момент. Вот. И вообще, я долго думала об этой теме. Раньше, года полтора назад, я очень глубоко в это погружалась, изучала. Мне было интересно, действительно ли я там, была ли у меня прошлая жизнь, была ли, будет ли у меня следующая. То есть вот в это состояние, когда ты ничего не видишь, ничего не слышишь, и ты где-то там, когда ты какой-то свет видишь. Но и вот это состояние как бы... Ну, так получилось, что как бы я поняла, что я не тело, и что я, видимо, ну, как бы жила до этого тела ещё. Не хочу в эту тему углубляться, она для меня на самом деле не сильно любимая, потому что потом я поняла, что это всё здорово понять, это интересно иногда как бы там пройти, поизучать, но тебя это сильно отрывает от мира реального. Очень сильно. И ты где-то там постоянно, там тебе очень хорошо. А здесь, ну, типа норм. И я так не хочу. Я очень люблю свою жизнь, я очень люблю людей, с которыми я общаюсь, с которых я встречаю. Я очень люблю себя, и я очень люблю всё, что вокруг меня. И как бы мне комфортнее жить, будучи как человек, который не приближен к чему-то там из мира не сего. Вот. И я поняла, что да, возможно, когда-то я там вернусь к медитациям, к постоянным, но вряд ли. Я думаю, что это стоит реально каждому как бы поизучать, там про себя больше узнать, книжек всяких по эзотерике почитать, но понимать, что ты это почитал, принял какую-то точку зрения, там что-то понял, и как бы, ну, всё. То есть не надо жить, это моя точка зрения, что в том мире жить не надо. Мне кажется, лучше жить как человек, лучше жить как тело. Мясо, мясо — это хорошо. Я стала есть мясо. Я рада, что я стала есть мясо, потому что я себя стала лучше чувствовать. У меня ужасно, ну, типа не очень хорошо переваривается мясо, я так чувствую, типа, всё, блин, я поела, короче, все пока, я спать. Но, в общем и целом, я себя стала чувствовать лучше. Самое главное, что худеть мне стало проще. Ну, не худеть, типа, подсушиться я хочу ещё. И у меня никогда это не заканчивается особым успехом. У меня это заканчивается успехом сначала, потом я понимаю, что... Ну, короче, можно опять начать есть фрукты, и как-то оно каждый раз так временно. Посмотрим, что будет в этот раз. Были основные вопросы, естественно, это были не все, потому что очень много было в директе, я не знаю, видела ли я все. Если нет, то извиняюсь. Здесь тоже было на Ютубе довольно много вопросов. Я собрала их все в одну кучу. Какие-то, которые там задавались один-два раза, я их не стала брать, которые наиболее интересные. Я скомпоновала и как бы сделала из них один. Вот. Хочу вам сказать большое спасибо за просмотры, за подписки. Конечно, две тысячи для Ютуба. Там две тысячи просмотров на прошлом видео у меня набралось за две вроде недели. Это, в принципе, как бы немного для Ютуба абсолютно. Это, ну, ничего, можно сказать, с масштабами блогеров каких-то, но я когда представляю толпу в две тысячи человек, мне становится страшно. Я вам хочу сказать за это большое спасибо. Пишите, про что еще вы хотите видео внизу этого видео. Тавтологию я тоже очень люблю. Следующий влог будет, как я уже сказала, на тему кожи. Самый, наверное, долгожданный. Всем пока и спасибо вам еще раз за просмотры и подписки, и все ваши комментарии. Я вас всех очень ценю и обнимаю.